уважаемые садоводы здравствуйте 20 октября постепенно дело идет к зиме и вот сейчас я делаю наверное последнее видео по винограду мы находимся в огромной теплице где у меня сосредоточены столовые сорта винограда крупноплодные и требуют дополнительного внимания со стороны температуры естественно поэтому они помещены в теплицу здесь в основном у меня трех-четырехлетние лозы кое-где двухлетние и вот сейчас посмотрим каким образом я их подготовила к зиме ну во первых видите что на шпалерах не осталось ни одной лозы все обрезано и каждая каждый куст винограда обрезан вот таким вот образом обратите внимание вот здесь вот у меня сформировано четыре рукава на каждом старом по одной молодой я еще раз повторяю повторение мать учения и в основном это все все винограды все кусты винограда таким образом сформированы тепленькой лозой пришпили на к земле вот обратите внимание не металлом ничем а именно тепленькой лозой срезали с винограда и лозинку вот так вот воткнули в земельку и вот таким вот образом выглядят выглядят лозы винограда готовые уже к закрытию что я сделаю ну поскольку у нас пленочные теплицы и старой пленки достаточно сейчас мы вот вдоль вот этого этих двух рядов а их у меня уже даже и три не два вот здесь вот два и вот здесь вот еще однолетние саженцы посажены вот ряд здесь с этой стороны я растелю ровным рукавом пленку полиэтиленовую сверху чуть-чуть по краям подкидаю почву чтобы ее не трепыхала ну и сбоку у меня лежат растительные остатки в том числе и обрезки лоз вот видите вот эти все растительные остатки я буду использовать для укрытия еще сверху ботва накидывается на полиэтиленовую пленку дата для того чтобы снег задерживался на пленке обычно уже в середине не ноября у нас лежит глубокий снег и лозы себя чувствуют под великолепной шубой но если на ваших участках наблюдается много мышей то я бы еще рекомендовала не хотя бы на два куста раскладывать еще по одной таблетки яда для мышей но я этого не делаю поскольку у нас мышей нет и в общем то виноградник готов к долгосибирской зиме но здесь у меня еще есть виноград в пятилитровых банках я его тоже ну вот здесь вот еще кое-где листья есть ну вот таким вот образом я готовлю его для зимовки это саженцы вот я частично его обрезала убрала листву и вот этот виноград пойдет в подвальное помещение и уже весной это будет двулетние хорошие саженцы некоторые из них уже образуют кисточки сигнальные одним словом вот такой вот такая работа была проведена в течение этой недели вот так выглядит теплица в которой мы выращиваем виноград столовых сортов ну и вот на этом видео я заканчиваю потом я покажу как виноград в закрытом состоянии будет себя чувствовать сколько снега на него нападала одним словом вот такая вот работа проведена у нас последнюю неделю уходящей осени я думаю что на следующей неделе уже выпадет снег и нам в общем то уже пора задуматься о том чтобы и открыть крышу сверху она у нас полиэтиленовая мы скатываем ее рукавом закрепляем на коньке и рано весной мы ее снова раскатываем для этих целей мы покупаем широкий рукав пленки урожай здесь у нас 6 метров в длину и мы заказываем рукав специально 3 40 нам его делают по нашему спецзаказу одним словом вот такая удобная очень удобная теплица для выращивания винограда всего вам доброго здоровья и до скорых встреч